Теперь в структуре городской администрации заработает новый отдел. Точнее, изменится только название структуры. Вместо департамента по подготовке зимних олимпийских игр, решением депутатов заработает департамент по реализации полномочий проведения Кубка Конфедерации 2017 года, Чемпионата мира 2018 года и иных программных мероприятий. Представить необходимые площадки и выполнить все обязательства о случае должен уже через два года. Подобные отделы уже созданы в администрациях 11 городов, принимающих матчи по футболу. Сейчас сформируется программа, проект, который будет представлен в правительстве Российской Федерации, министерствами и ведомственности Российской Федерации, которая в свою очередь будет реализована на уровне Краснодарского края и передана к исполнению городу Сочи. Так вот, этот департамент будет органом, который будет обеспечивать непосредственно выполнение этих мероприятий, а также обеспечивать участие города Сочи в привлечении массовых мероприятий в город Сочи, развитие города Сочи и обеспечение его имиджевого характера. Над эффективным использованием олимпийского наследия и проведением массовых мероприятий будет работать то же количество сотрудников, что и в Олимпийском департаменте. Но здесь важно учитывать стопроцентную занятость персонала, отметили народные избранники. Иначе штат в 23 единицы может быть в итоге сокращен. Если будем видеть, что более с меньшим количеством сотрудников мы будем обходиться, будем сокращать. Мы не знаем, как это будет. Сейчас посмотрим, сколько этих мероприятий будет. Будем мы стараться в этом году набрать. На следующий год уже явно будет понятно, сколько их у нас будет, планы будут. И мы поймем, какое количество людей будет рекомендовать. Кроме того, депутаты приняли решение о передаче в безвозмездное пользование нежилых муниципальных помещений. Новые площади получили спортивные секции, образовательные учреждения, несколько государственных структур Министерства здравоохранения края, а также городские организации, общество инвалидов и Сочинское отделение Всероссийской общественной организации «Красный крест». Теперь оно находится по улице Чебрикова, 34. С «Красным крестом» получилась ситуация в том помещении, где они раньше находились. Она попала под выкуп, видимо, кто-то получил эту собственность. И «Красный крест» получился у нас не в помещении. Сегодня было принято решение, найдено помещение «Красному кресту». 77,5 квадратных метров было выделено «Красному кресту». А вот вопрос о предоставлении помещений обществам инвалидов оказался непростым. Не все организации использовали площади по назначению, некоторые вели там коммерческую деятельность. Тем не менее, депутаты все-таки приняли решение в пользу общества и отметили, что за целевым использованием этих помещений должен следить Департамент имущественных отношений. Что касается бюджетной составляющей, то средства, которые получены муниципалитетом в этом году, и те, что остались неосвоенными за прошлый, будут распределены на необходимые для курорта цели, в частности, на переселение людей из ветхого аварийного жилья. Кроме того, народные избранники подтвердили выделение краевой субсидии в размере 35 миллионов рублей на содержание части дорожных объектов курорта. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.